Выставкой декоративно-прикладного искусства, народной песни и танцев в Кезлеве стартовал ежегодный фестиваль «Кезлев Хапусе». Он проводится на протяжении вот уже 16 лет, в разгар курортного сезона. Фестиваль крымско-татарской и тюркской культуры дарит жителям и гостям древнего города возможность прикоснуться к многовековой культуре, традициям и истории коренного народа полуострова. В рамках фестиваля проводится ряд мероприятий, цель которых – это пропаганда и популяризация крымско-татарской культуры. Мы этим фестивалем хотим показать культуру крымских татар, самобытность, традиции, обычаи. Гости города Евпатории больше понимали и слышали о нашей культуре. Очень много участников приехали из Башкирии, Суфы, Сульяновска, именно тюркские народы, казанские, башкирские татары, которые хотят, так сказать, посостязаться в песенном конкурсе. Классик крымско-татарской литературы Аши Кумер родом из Кезлева. Его жизнь не овеяна легендами, а имя известно далеко за пределами Крыма. Первый день фестиваля «Кезлев Хапусе» посвятили творчеству влюбленного поэта. Гостей вечера познакомили с жизнью и творчеством поэта, имя которого в средние века знали во всем тюркском мире. В сквере имени Ашика Умера провели ашикские чтения и ашикские поединки. Радость встречи с творчеством, с вниманием людской, людским вниманием к поэзии этой Ашика Умера, рожденного на этой прекрасной земле, что его дух до сих пор здесь и для меня это очень важно и ценно и дорого. Гости фестиваля смогли познакомиться и с выставкой декоративно-прикладного искусства крымских татар. Лазурный берег по праву считается одним из лучших пляжей полуострова. Именно здесь в рамках фестиваля Кезлев-Хапусы состоятся соревнования по национальной борьбе Куреш. Более 80 спортсменов из разных уголков Крыма будут бороться за звание лучшего. Ни один крымско-татарский праздник не проходит без состязаний по национальной борьбе Куреш. В них принимают участие от мала до велика, чтобы показать свою силу, ловкость и выносливость. Куреш прививает и дух честной и справедливой борьбы. Это особенно важно для самых юных спортсменов. Любовь к спорту, оторвать детей от компьютеров. Даже Всевышний нам в этом турнире помог сегодня. Не так жарко, погода очень прекрасная. Да, конечно, это необходимо. Чем чаще, тем лучше. Чем больше молодежи будет подрастать на таком уровне воспитания, это наше будущее. Победителей турнира наградили кубками и медалями, а чемпионы-тяжеловесы получили традиционный приз живых баранов. Впечатления у нас хорошие. Приехали побороться в Симферополе. Боремся на песке. Для нас это неудобно. Ноги проваливают, моротиться тяжело. В итоге заняли первое место. Для наших детей, потому что развивать, тем более, наш национальный вид спорта, крымско-татарский куреш, потому что это нас воспитывает. Фестиваль Кезлев Хапусе будет длиться три дня. Сегодня в рамках фестиваля состоится вокальный конкурс «Алтенсес». Перед гостями также выступят лучшие творческие коллективы полуострова. Закончится фестиваль масштабным галоконцертом на театральной площади. Фестиваль Кезлев Хапусе